Всечестные пресвитеры и дьяконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, от сердца исполненного благодарности Богу возглашаю всем вам великую и спасительную весть, Христос Воскресе! Исхода под этим пасхальным восклицанием Церковь свидетельствует о том событии вселенского значения, что произошло почти две тысячи лет тому назад. Тогда ранним утром жены Мироносицы пришли к месту погребения своего Учителя и увидели, что гроб пуст. Божественная сила Христа победила закон смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему человечеству, что смерть – это не конец жизни, что смерть преодолеваема силой Божией. Воскресение Христова, будучи уникальным событием в истории мира, по замыслу Божией, ему стало началами нашего личного воскресения. Именно для того и пришел в мир Спаситель, пострадал, был расход и восстал от гроба, чтобы каждый имел возможность пройти через опыт воскресения из мертвых и совсем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Об этом ясно говорит апостол Павел. Бог воскресит и нас силою Своею. Вот почему праздник Пасхи и есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя восстание из мертвых даровано и всем нам. И через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы не проходили, какие бы испытания нас не постигали, какими бы страхами нас не пугали те, кто пытается, не имея духовной силы, прозревать будущее, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес. На Святой Руси праздник Пасхи всегда был самым великим и светлым праздником. В последние десятилетия он вновь вернулся во многие дома и семьи, и ныне его отмечают и там, где прежде не звучало пасхальное приветствие, в больницах и тюрьмах, в армии, на ходе и даже в космосе. И дай Бог, чтобы за внешними изменениями, происходящими ныне в странах русского мира, совершалось бы подлинное восхождение душ человеческих, чтобы радость воскресения Христова наполняла бы сердце каждого, чтобы светом Божественной Любви были согреты не только наши родные и близкие, но и люди, лишенные возможности побывать в храме, престарелые, больные и одинокие. Через воскресение Христова верующий человек обретает возможность приобщиться в неспосылаемой свыше благодатной силе, дабы жить по правде и заповедям Божьим, быть добрым и милосердным, честным и благожелательным в отношениях с людьми, способным разделять с ними и радость, и горе. Это христианское отношение к ближним включает в себя также и заботу о своей стране, о своем народе, о своей семье, о доме, проповедрия приоритет вечных духовных ценностей. Церковь призывает своих чад также и к бережному отношению к временным, но реальным ценностям Богом сотворенного мира, к окружающей нас природе, к богатому культурному наследию, которое веками соседалось нашими предшественниками, Быть хранителями духовных сокровищ и традиций православия означает активно преображать себя, свой внутренний мир, а также поддерживать красоту и гармонию окружающего нас мира и устроять их там, где они разрушены свой человеческой волей. Таково призвание и такова ответственность каждого христианина. Господь не требует от нас непосильных подвигов, «Обращаясь к душе каждого человека, он вновь и вновь взывает, «Придите ко мне, всекруждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иго мое благо, и время мое легко». Чтобы почувствовать и понять, насколько благо и легко то бремя, которое возлагает на нас Господь, нужно научиться делать добро и ближним, и дальним. В этом мучении трудны лишь первые шаги. Вовремя остановиться и не отвечать на грубость грубостью, на зло злом, на ложь ложью, на осуждение осуждением, а затем хотя бы раз испытать удовлетворение от правильного и честного поступка, принесшего пользу другому человеку, будь то в семье, на работе, на приходе, или просто в общении с соседями и со знакомыми. Это чувство удовлетворения способно перерасти в радостное и оптимистическое состояние духа, если добрые дела, совершаемые не ради корысти, а от чистого сердца становятся частью нашей жизни. Только тогда, почувствуя мы изменения к лучшему в общественном бытии, когда осознаем наличие нерушимой связи между совершаемым нами добром и общественным благополучием, евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Да воскреснет Бог и расточаться врази Его, воскресаем мы в эту святозарнюю ночь. Да воскреснет Бог в наших сердцах, и да расточаться ложь, вражда, злоба, распри и всякое разделение в нашей жизни. От души поздравляю всех вас, мои дорогие, с праздником Святой Пасхи, помощь и благословение воистину воскресшего Господа, да сопутствует каждому из нас в наших дальнейших трудах, во славу Церкви, на пользу стран, в которых мы живем, на благоближнем и дальнем. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, Москва, Пасха Христова, 2011 года. Субтитры создавал DimaTorzok